Новый гость проекта интервью, легенда бизнеса, бывший король сухариков Киреешки, а ныне успешный промышленник. Александр Ладан – наш новый герой. Мы поговорили о блоковочном бизнесе, емкости рынка, расширении производства, амбициях и о том, как совмещать крупный бизнес, семью и хобби. Александр, в своих интервью лет 10 назад вы говорили о том, что хотите создать такой тип бизнеса, который позволит вам не только самореализовываться, но все-таки оставит вам возможность иметь свободное время, проводить это время с семьей, видеть, как растут дети. Скажите, пожалуйста, как изменилась ваша жизнь с того момента, как вы сложили корону короля Киреешек и закрыли сделку по продаже Сибирского берега? Очень интересный вопрос и интересное время было. Можно сказать, что после продажи компании у меня, во-первых, был отдых и перерыв, то есть мне требовалось какое-то время посмотреть, что происходит и куда дальше двигаться с точки зрения работы. Я рассматривал разные предложения, вместе с семьей смотрели разные территории, смотрели Москву, я участвовал в разных проектах. И можно сказать, что есть отличия FMCG рынка, на котором мы работали с Киреешками, и B2B рынка, это тот рынок, на котором работает компания Неопака, где я сейчас. Это разные рынки по стратегии, по выстраиванию системы управления. То есть в первую очередь численность компании, если в Сибирском береге работало 10 тысяч человек, то сейчас в компании работает 150 человек. То есть это другие механизмы сотрудничества с клиентами, с поставщиками. Сказать, что география продаж, несмотря на наши амбиции, наши планы, она тоже меньше. То есть мы на сегодняшний момент не смотрим вариант производства упаковки в Австралии. И, наверное, благодаря сужению территории я, конечно же, стал меньше летать. То есть если в Сибирском береге, не знаю, был такой год, когда я 200 дней провел в командировках и редко был дома, то сейчас я меньше времени провожу в командировках. Не могу сказать, что я намного меньше времени трачу на работу. Я считаю, что я более качественно трачу время на работу. То есть я каждый день проживаю... Ну, нельзя говорить так, что последний, да? Но каждый день проживаю и оцениваю, что я в этот день сделал качественно. С точки зрения семьи, да, чуть больше времени получается уделять семье. И я обязательно на сегодняшний момент два раза в год уезжаю в отпуск для того, чтобы получить энергию солнца и вместе с семьей провести это время. И за этот период времени я открыл для себя спорт. Спорт – это... Причем мы одним видом спорта занимаемся всей семьей. И получается... Чем? Единоборство. Только разными. Моя вторая половина занимается тайским боксом, а мы с детьми смешанными единоборствами. А сейчас мы находимся на территории вашего завода. Скажите, насколько я знаю, вы заинтересовались упаковкой еще во времена Сибирского берега. Чем вас так привлек этот бизнес? Во времена Сибирского берега мы рассматривали варианты вертикальной интеграции, рассматривали варианты повышения маржинальности. И один из бизнес-планов или вариантов развития Сибирского берега – это было открытие собственного производства упаковки. Исторически рынок упаковки в России очень молодой, то есть рынку упаковки 20 лет. Когда начинался Сибирский берег, в это может быть сложно сейчас поверить, но мы упаковку возили, завозили из других стран. И не только мы, а другие производители пищевых продуктов. Мы завозили упаковку из Эмиратов, завозили упаковку из Италии. Постепенно рынок начал развиваться и появились российские производители. Но не того качества продукт они выпускали. То есть не было в Сибирском регионе производства упаковки такого качества, как требовалось для маркетологов Сибирского берега. Или для руководителей, для того, чтобы выпускать тот продукт и конкурировать с иностранными компаниями, с Лейзом. Соответственно, мы увидели перспективы. Но Сибирский берег не запустил этот проект. И после того, как компания была продана, этот бизнес-план остался. И через некоторое время, посмотрев альтернативные варианты развития, я просто понял для себя, что я знаю этот рынок изнутри. То есть я был у многих производителей упаковки, я знаю, как это устроено. Конечно, была сделана оценка, что дальше рынок будет расти. Почему? Потому что происходило импортозамещение в любом случае. И на российском рынке многие продукты из неупакованной массы, то, что продалось на рынке, на развес, оно переходило в фасованную продукцию. Поэтому была сделана оценка. В этот момент была команда, которая готова была вместе со мной этим заняться. И было принято решение, что я все-таки не иду в наемный FMCG крупный проект, а я остаюсь в Новосибирске. Я иду на рынок B2B и я занимаюсь своим проектом. Александр, многие производственники часто конкурируют между собой в плане технологий, которые применяют, а также в плане оборудования. Скажите, чем примечательно ваше предприятие? Очень интересное производство, как таковое производство упаковочной пленки и пакетов. То есть я в тот момент, когда думал, что знаю об этом производстве очень много, оказалось, что я знал, наверное, процентов 20. Технологически очень сложное производство. Продукт в многих стадиях производства проходит перед тем, как получить конечный вид, законченный. То есть это молочная пленка в том виде, в котором наш заказчик получает продукт. Мы для себя выбрали изначально стратегию высокого качества продукта. Во-первых, было приобретено и закуплено самое современное на тот момент оборудование. И оно, наверное, для российских предпринимателей, к сожалению, иностранное, потому что в России нет аналогов. И парк оборудования постоянно обновляется. Вот эта машина была приобретена, например, полгода назад. И это тоже самое современное из флексопечатных машин, то, что есть на рынке в мире. Второе. Мы используем самые высококачественные компоненты. И берем их у лидеров рынка. То есть, например, клей мы используем. Хенкель, как пример. Да, это мировой лидер. И вот совокупность оборудования, знаний сотрудников и те ингредиенты, которые они используют, это большая гарантия того, что конечный продукт получается высокого качества. Второе. Мы не изготавливаем серийный продукт. Мы для каждого потребителя, начиная с какого-то объема, все-таки максимально используем их потребности. То есть, вот есть производитель макарон, например, в Казахстане, у которого высокоскоростное оборудование. Ему требуется более скользкая пленка, это если говорить простым языком, чем стандартная пленка для макарон, которая есть на рынке. И мы меняем у нас рецептуру на экструдерах и делаем такую пленку. Есть, например, производитель молочной пленки, который хочет оптимизировать стоимость материала. И он просит, сделайте нам пленку тоньше, но с сохранением тех же характеристик прочностных и потребительских, чтобы она так же блестела и была такой же яркой. И мы этот вопрос тоже решаем. Третий вопрос, это, например, на рынке пакетов. Мы придумываем креативные дизайны. Мы придумываем эти дизайны для разной территории разные. То есть, мы работаем не только в России, но и в Казахстане. И можно увидеть, например, в нашем ассортименте, что пакеты для рынка Казахстана – это другие дизайны, чем для России. Но и, наверное, это очевидно, и в Сибирском береге было так же. Были киреешки со вкусом конины, которые мы продавали в Казахстане, и были вкусы, которые мы продавали только в России. И также мы эти дизайны делаем для каждого повода. То есть, у нас есть пакеты на Новый год, пакеты на 8 марта, пакеты на 23 февраля, летние пакеты. То есть, здесь уже рынок пакетов, он чуть-чуть ближе к конечному потребителю. И мы пытаемся их, то есть, не только потребность производителя, но и видение конечного потребителя тоже учесть. А как же инновации и нанотехнологии? Есть им место в упаковочном бизнесе? Инновации и нанотехнологии – хороший вопрос. То есть, мы постоянно отслеживаем, что происходит на рынке и в мире. И вот буквально я приехал с выставки в Москве, которая называется «Интерпластика», как раз где показывали в большей степени те новые разработки сырья, которые в будущем появятся. То есть, я могу сказать, что те новинки, которые есть на рынке, мы постоянно предлагаем клиентам. И так как все-таки мы работаем в B2B, то в первую очередь наша задача презентовать и показать эту возможность производителям пищевых продуктов, либо моющих средств для того, чтобы они знали, что есть такая возможность. Мы сами, к сожалению, не можем произвести продукт, если они это не оттестируют. Поэтому наша задача – всю информацию, которую мы получаем, презентовать. И вот сейчас одна из особенностей, мы с вами говорили до интервью, что очень много производителей продуктов ушли в матовую пленку. Это та пленка, которая, никак не изменяя сохранность продукта, она другие ощущения дает конечному потребителю. Это тот продукт, который несколько месяцев назад появился. Сначала в штыки его восприняли и производители продуктов, и конечные потребители, но благодаря где-то нашей работе, где-то иностранные компании на рынке этот продукт презентовали, все больше российских производителей дают этот продукт, соответственно, мы можем его выпускать. Хотя потребовалась определенная работа, чтобы на этой пленке научиться работать. Поэтому место есть, но не так все быстро. Я могу сказать, что в европейских странах быстрее происходят изменения. У нас все-таки новинки дольше внедряются на рынок, но будем дальше предлагать то, что появляется на рынке. Александр, создание любого нового бизнеса – это достаточно трудоемкий процесс, где есть место не только прибыли. Скажите, насколько тернистым был ваш путь? Путь очень непростой, должен это признать. И два таких интересных момента. Несмотря на свой опыт в других проектах, на начальном этапе было следующее. Был бизнес-план, в котором было учтено максимально то, что мы знали о рынке. И есть такая интересная статистика у Harvard Business Review, что любой бизнес-план в мировой экономике, несмотря на тех консультантов, которые привлекаются при его написании, он, к сожалению, каждый бизнес-план сдвигается по срокам реализации и по сумме капитальных вложений вверх. К сожалению, в этом проекте произошло то же самое. То есть период выхода на окупаемость, период стартапа, он удлинился по времени, и сумма капитальных затрат тоже была превышена. Непростые решения по ходу принимались. И один из моментов был на втором году существования проекта. Это стоял вопрос, будет ли он жить дальше. Потому что первый период становления, первый год и второй год были очень сложны. И было принято решение продолжать. Я считаю, оно верное решение. И в какой-то мере это, наверное, повторение Сибирского берега. Потому что в Сибирском береге, кто знает историю того периода, тоже был такой момент. И было принято решение, и мы продолжали. Поэтому это был один аспект. Второй момент по ходу развития проекта менялся сам рынок. То есть многие крупные производители продуктов питания для повышения рентабельности и для вертикальной интеграции они покупали или открывали свои типографии, которые печатают пленку. И те вводные, которые изначально были использованы для написания бизнес-плана, они все были изменены, потому что изменился сам рынок. Например, компания КДВ тоже, это всем известно, они купили и открыли свою типографию в Томи ЛТД. И когда компания-производитель пищевых продуктов открывает свою типографию, то на рынке этот объем из возможного емкости уходит. Соответственно, рынок с течением времени становился более жестким. И было принято второе важное решение, я считаю. То есть первое решение это продолжать и не останавливаться на достигнутом по стечению двух лет. Потом было следующее решение принято, это расширить ассортимент выпускаемой продукции. То есть, во-первых, мы выпускаем почти любую упаковку для продуктов питания и для других изделий, не продуктовых, для стирального порошка или для бытовой химии. И также мы вышли на второй сегмент. То есть сначала мы начали с упаковки, через некоторое время вышли на второй сегмент, посчитали его перспективным. Это то, что мы сегодня видели на производстве. Шоппинг-пакеты, это наши серийные пакеты с дизайном, либо заказные пакеты. То, что мы можем видеть в торговых точках, в магазинах одежды или в магазинах обои. И я считаю, вот эти решения, плюс команда, с которой мы этот проект реализовываем, они помогли выйти на те цифры, которые уже были близки к бизнес-плану, и на сегодняшний момент планировать и развиваться дальше. — Бизнесмен из Татарстана Айрат Баширов, который также является игроком упаковочного бизнеса, мечтает заполучить 25-30% от общего российского рынка. Каковы ваши амбиции? — Очень хорошая компания, реально являющаяся номер один на рынке. Мы знакомы лично. В свое время компания «Денофлекс» была поставщиком компании «Сибирский берег». То есть в силу того, что они вышли на рынок одни из первых в России, это было 20 лет назад, мы, как лидеры своего рынка, обязаны были работать, потому что других альтернативных вариантов на тот момент не было. С точки зрения, как я сказал, емкости рынка России, то есть порядка 450 тонн, мы со своей стороны оперируем еще на рынке Казахстана. То есть исторически получается, что емкость рынка Казахстана — это порядка 10% емкости рынка России. То есть, соответственно, в Казахстане порядка 40 тысяч тонн продукции в год продается. На сегодняшний момент мы на своих мощностях можем производить и оцениваем те продажи, которые есть. Это порядка 10 тысяч тонн. И в перспективе двух лет наша задача — стать номер один игроком за Уралом. То есть на сегодняшний момент я считаю, что это достаточно амбициозная задача. Мы оцениваем те возможности и те знания, и тот опыт, который мы имеем. Но в силу логистических особенностей того, где мы находимся, мы ставим задачу на рынке пакетов играть ведущую роль в Казахстане и в России по рынку упаковки. Все-таки номер один за Уралом и в Казахстане. То есть вот такая наша цель на ближайшие два года. Но вы планируете расширять производство? В чем это будет заключаться? Это покупка нового оборудования, открытие новых предприятий? На сегодняшний момент мы заключили контракты. И особенность этого рынка заключается в том, что выигрывает тот, кто постоянно обновляет парк оборудования в силу того, что производители печатного оборудования, экструдеров, они постоянно оптимизируют свои процессы, машины, линии. И все более высокоэффективное, более высокопроизводительное оборудование предлагает, которое может дать хорошую себестоимость, выгодную рынку. На сегодняшний момент уже заключены контракты. И мы находимся в стадии реализации, собираются новые линии для нашего производства. И задача в рамках этого года отпраздновать Новый год на новой площадке, на которой будет сконцентрировано производство, которое на сегодняшний момент находится на нескольких производственных площадках. И начнется все с того, что новая линия, опять же, самая современная на данный момент, она будет установлена на этом производстве. Соответственно, и покупка нового, и концентрация текущих мощностей в одном месте, на одной площадке. Как изменились ваши подходы к бизнесу, ваши принципы за эти годы? Я считаю, что принципы не изменились. Мой подход к построению бизнеса, он следующий. Я считаю, что все решают люди. То есть моя задача объединить вокруг себя команду единомышленников, и мы с этой командой единомышленников можем решить любую задачу. То есть мы с одной командой открыли производство сухариков в Австралии и победили компанию LACE на том рынке. Я считаю, что с той командой единомышленников, с которой мы сейчас в компании Neopac, мы обязаны или должны достичь тех целей, которые я озвучил. Второе. Я считаю, что надо просто много работать. Надо уметь совмещать работу, семью, хобби. Но тем не менее, особенно на непростых рынках. То есть я не знаю, какая компания достигает результата, либо руководитель, либо менеджеры, если много усилий не вкладывать в работу. Вот, наверное, два таких постулата. То есть я часто говорю, что должна удача немного сопутствовать проекту или бизнесу. на нее нельзя надеяться, но она должна где-то быть рядом. Некая путеводная звезда, которая говорит, что ты делаешь все правильно. Да, да. Я думаю, так. Ну и в завершение немного лирики. Многие бизнесмены очень часто испытывают проблемы с совмещением своих бизнес-интересов, ну а также с семьей, хобби, вообще свободным временем. Ну а вы как человек, который руководит крупным производством, и вы все-таки научились выстраивать свой досуг правильным образом. Скажите, оно того стоит? Семья, спорт, ваши увлечения, они помогают вам как бизнесмену? Я думаю, также любой крупный предприниматель, бизнесмен, руководитель может сказать, что идеальная ситуация, когда все в меру, ну или все в совокупности, оно комфортно. Очень непросто, я так вижу, по опыту других, этого добиться или этого достичь, но я считаю, что вообще в жизни нельзя делить работу, хобби, бизнес и семью. То есть в моем понимании они должны иметь такие комфортные пересечения. Я не готов сказать, несмотря на свой опыт разных проектов, несмотря на опыт жизни в разных городах, что семья номер один. Я готов сказать, что все-таки бизнес – это номер один с небольшим перевеском, но при этом отношение в семье и отношение семьи к этому бизнесу тоже должно быть комфортное. Но без хобби, без каких-то отвлечений от семьи и от работы вообще никуда. Я думаю, нам или повезло с точки зрения удачи небольшой, что мое хобби или спорт, в который я попал не так давно, это было там три года назад, он не только является моим хобби, но и хобби и жены, и детей. Поэтому вот такая совокупность, то есть я считаю самое интересное, что может быть, и главное удерживать вот эту гармонию. И плюс второй, то есть я стараюсь привлекать детей так или иначе к бизнесу, не в том плане, что что-то делать в этом бизнесе, но в том плане, чтобы они понимали, чем я занимаюсь, и мы в выходные, бывает время вместе можем заехать на производство или в офис, я рассказываю, что там происходит, они знают, какие у нас машины, старшая дочка участвует в выпуске корпоративной газеты, то есть они делают те вещи, которые, ну, они, во-первых, могут делать, которые им интересны, и очень хорошо, когда это все в гармонии происходит, не через силу, потому что навряд ли можно кого-то заставить хорошо делать какое-то дело, если оно им не нравится. Поэтому, ну, вот такой мой ответ. Спасибо вам огромное за интервью, удачи вам и вашему бизнесу. Спасибо, и вам хорошего года.